Ну что, ребяточки, сегодня мы в классном-классном месте, в таком эксклюзивном, назовем это так, и я с командой своих девчонок, из битвы фитнес-блогеров, и сегодня они вот так вот качка, это не качка какой-то, какой-то релакс, зато к ней приключена чудо-мега-машина, чтобы ей ничего не делаешь, а худеешь. Они же должны у меня все похудеть, даже тот, кто в питании не соблюдает, да? Они все должны у меня похудеть. Как у вас процесс идет? А да. А да, а да, а да, а идет. Где ты идет, да? Ну я вижу, уже не такие довольные лица. Ну-ка, о, это вообще же худышка. А ты была худая уже изначало. Не знаю, зачем она пришла, она не пришла худеть. Вот, и... Ну, костюм Бэтмена, и начну тренировать свои маленькие сиськи, чтобы они были больше, больше и больше. Я тоже хочу большие сиськи. Чтобы... О, там у нас не у всех одна проблема, да. У всех проблема одна, все хотят большие сиськи. Да, да, да. Отлично. Ну вот, такое классное место называется она Effect Concept Fitness Studio. Соответственно, вот такой вот есть хэштег у них. Ну, наоборот, прочитайте. Соответственно, перейдите по ссылочке, посмотрите, что ребята тут делают. Делают ребята классную вещь. Они занимаются здоровьем, фитнесом. И это круто. Это вообще, таких ребят я уважаю. Из-за этого мы решили с моей командой прийти и показать вам вот такие классные тренировки. Сейчас будет следующий человек, да. Мы покажем, как это все выглядит. Так что не переключайтесь. А мы пока сейчас поговорим с моей командой. Ну что, команда? Перескоп? Да. Это улучшение? Конечно. 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 А есть у вас бахилы? Может, это бахилы? Бахилы нет, да? Есть? Бахилы. Выдайте, пожалуйста, мне бахилы. Сейчас мы оденем бахилы и будем снимать. Можно на последней неделе есть цукини? Конечно, можно. Вообще, по честному слову, чем меньше клетчатки на последней неделе, тем лучше. Сейчас, секунду. Спасибо. Спасибо. О, так четко. Вот, понимаете, зеленые крутые бахилы. Теперь я вообще могу ходить и не грызнить вот эти белые ковры. А то ребятам придется клининговую компанию вызывать, потому что я на стройке работаю. Так, кстати, девчонки, еще сегодня получили подарки от компании ВПЛАП. Их недолгожданный спортпит. Да. Теперь они вообще будут красавцы. Вот у них есть крутой протеин. Что у вас еще есть? Еще салат. Салат? Ну, салат это не от ВПЛАП. Вот такие классные новые БЦАшки 2.1.1. Большая баночка такая. Еще у нас есть омега-369. Ну, и омега-369. Кстати, еще потом они получат специальные витамины. Чуть попозже. А просто наслать их не было. Ну что, рассказывай, как у тебя проходит тренировочный процесс. Как Боб Харпер? Боб Харпер взлет. Вообще, очень круто, тяжело, круто, весело. У нас есть альтернативное предложение. Давай-ка нам запишешь свои видеоуроки, мы будем трениться под тебя. Ну, я знаю, ну и, конечно, можно. Сейчас, понимаете, да, 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 не так все просто. Вообще легко, вообще легко. Девчонки, да, я понимаю, что немножко недорабатываем в плане моей занятости сейчас. Но я думаю, мы это поправимся. Мы же как бы договорились, да, с вами? Да. Да, мы уже готовы. Готовы? Вам не хватает меня? Рато. Ну, Маханэ, я вам нужен. Что я для вас буду... Из эстетического чувства прекрасно. О, спасибо большое. Это точно не про меня. Вот, ну, ладно, рассказывайте, что еще? Как питание ваше? Всем интересно ваше питание? По расписанию. По расписанию? По будильник. Красава. Как вкусно? Угостишь? Я еще делаю печенье. Какие, блядь, печенье? Какие, блядь, печенье? Завтрак 50 грамм овсянки, яйцо и фит-парад савзам. Еще разок? 50 грамм овсянки, яйцо, фит-парадный. И все в блендере. Ну, такие можно. Ну, блендер сильно не мельчие. Понимаешь, чем больше обработан продукт, тем он имеет более высокий кликемический индекс. Это тоже очень важный момент. Я же хочу туда лимон добавлять. Спрашиваю девчонки, спрашиваю девчонки из перископа, сколько углей у вас сейчас в день? Слушай, я забыла. Я же не помню. Сейчас посмотрю, я в шагу. Первый сколов, ой, первый 50, во второй 100, третий 150. Короче, у вас углеводные чередования, да? Да. А кто вам его посоветовал? Конечно, наш замечательный тренер Виктор Симов. Что вы замечательный? Превосходный. Замечательный, это значит, с замечаниями. Простите. Смотрите, у них есть, смотрите, у них есть такая штука. Это что, в теннис играть? Да, это Xbox. Они тут все пришли и в Xbox поиграть. А мы тут, ну, я придумал, сейчас они тут такие замученные все. Уже все, упали здесь, лежат. А они такие довольные. Как позволил, мы за вас все собрали. А, не собрались. Вот такой крутой костюм надевается на человека. Вот так вот, хорошо, как становится классный костюм. Да, ну, смотри, в костюме уже худая. Окей, а еще потом ток подсоединят к ней и начнет колбасить. У меня колбасила жесть. Лиза, когда ты пришлешь мне хоть один фотоотсчет, скажи мне, пожалуйста. Когда это будет? Завтра. Завтра? Ну ладно, посмотрим. Ты хоть похудела, особенно, от 100 грамм? 100 грамм нет. Вот так. Нет, я все свое берегу. Это человек, который тянет команду вниз. У меня есть предложение, мы можем ее подстричь. Подстричь, да. Подстричь много там не будет килограммов. У нее косой до пояса. Там идет килограмм. Ты хоть тогда, когда взвешивалась, хотя бы металлические трусы бы одела. Было бы хотя бы какой-то плюс. Мы-то сняли бы хотя бы и все. Ладно, я за тебя буду взвешиваться. Я похудею к этому моменту на 60 килограмм. Ты что-то вообще-то где? Худею. Я бы же сказал, что я с вами буду худеть. Чтоб вас мотивировать этим. Что я буду жир находить, а вы уже косы вами. У-у-у, тоже почти одели. Ага. Класс. Я Лара Крофт. Еще одна. У нас одна уже есть. Похожа, кстати. Да, есть? Да. Я была первой. Первая Лара Крофт. Это первая серия. Расхитительница гробниц. А это расхитительница пирамид. Холодильника. Холодильника. Расхитительница холодильника. А я, а ты ешь свои яйца. А я, а ты ешь свои яйца. А я, а ты ешь эту холодильника. Расхитительница. Ну, это-то все нормально. Таня, треню и все дела. Что за составчик расскажи. Тут у меня салат, посолька и брюсельские капусты. Давай, я пока не читал комментарии. Давай, в тех, кто писал комментарии, я пока занимался разглагольствованием истин. Я слушаю. Слушаю ваши слова. А вы ни хрена не пишите. Вот из-за этого я не отвечаю. Вот так. Ну, как вам понравилось, еще ты неоку лучше расскажите. Я понял, что вы ни хрена не худеете, только жрете. Не хотите ничего. Нет, вещь крутая. Во-первых, непонятные чувства. Ну, вообще ощущения, что там этот. Ну, во-первых, такой внутренний трэш. Интересно, весело, тут смятос, как поль. Вот. Класс. Ну, действительно, эмоции... Ну, не такие, да? Уже что-то неинтересное, да? Хотелось бы, чтобы в фитнес-клубе была такая фигня. Да, реально. Даже как минимум, просто даже для разнообразия. Можно прийти и позаниматься, да? Вот именно. Ну, чувствую, что... Ну, будем, я думаю, что-нибудь придумаем. Да, конечно. Вы знаете, что скоро будет у меня, может быть, своя даже. Моя фитнес-клуб. Вы знаете? О, супер! Это Тошина, да? Нет, не Тошина. Будет в центре. В Крымоле. В Москва-Сити. В Москва-Сити. Ну, это не трэна в Москве. Тоже жопа мира. Ну, да, далеко. Сказала, она живет в Подмосковье. Отлично. Ну, это только проект. Я первая в Лова. Проект, да, проект. То есть на нас уже не достанет. Ну, почему? Мы же что, с вами заканчиваем что-то? У нас будет сначала проект, битва фитнес-блогеров. Потом, как из дреща сделать еще большего дреща. Потом в тетиме три, да? Потом можно качать дреща. Потом в тетиме три, может быть, да. Уже получаться на соревнованиях. Ну, что, тот пошел. Толстому человеку пресс делать не надо. Сначала нужно избавиться от лишнего процента жира. А когда мы будем изучать, сколько у нас процентов жира? Надо уже это было сделать, когда я вам сказал. А где? Называется, это такое место называется Гугл. Гугл называется. Вы заходите у Гугл. А где? У Гугл. В интернете. Пишите, где мне сделать в Москве анализ массы тела? И вам там, наверное, страниц миллион выдаст, куда можно пойти и сделать. Я знаю, что для молодежки на Кунцево там 900 рублей. Давайте, девчонки, правда, надо сделать, потому что нам динамику надо отслеживать. Потому что, да, все-таки понимаете, да, у нас, суки, я вам уже говорил, что не задача сейчас там максимально снизить вес свой, а именно выросли больше в качестве мышечного волокна, чтобы вы и худели, и сохраняли свою дееспособность, жизненные кондиции. Просто понимаете, у кого-то там, а вы не знаете, кстати, результаты? Какие-то же есть там? Да. И какие мы, последние? Нет. А какие мы? Ну и первые. Кто первый? Первый, наверное, команда Боя Тушуковой. Там самые... Там толстухи, потому что. Набрали у Шеркова одних толстух. У меня и так стройняхи все, я не знаю, что они пришли хули. Сипер, а мы просто все хотели... Много бегать, а зачем тебе бегать, скажи, пожалуйста. Для снижения процента жира не обязательно бегать. Нужно делать любую кардионагрузку и правильно питаться. Вообще можно нагружать себя, делать энергозатратность. И правильно есть. Есть нужные продукты. А вы подписаны на меня в Перископ, кстати? Нет. Почему? Это вообще... Я вообще про Перископ. Ну-ка, давайте собрать, да, ЗАЗНО. А, сейчас! Я обещал, я не могу. Витя, а 3 четвертых порций, это вот мерная ложка, то есть 3 четверти этой мерной ложки, правильно? Порция, если написано 3 четвертой мерной ложки. Давайте думать головой. У вас все уже без вьюг, не думает голова. А у нас все нет. Если мерная ложка, если порция одна... Записано, 3 четвертых мерной ложки. Значит, какая порция? Нет, ты написал 3 четвертых порции. Я же спрашиваю, сколько это порции. 3 четвертых порции протеина, а это БЦА. Да какая нахрен, какая разница? Вот порция БЦА, это 2 мерные ложки вот здесь. 2 мерные ложки. 2 мерные ложки, это порция, соответственно, надо полтарень. Все, пожалуйста, готов. Я тебе понял. Опа-на, пошел контакт. Больно, что ли? Ты плохо ток переносишь? Нет, на грудь давлю. Смотрите, знаете, я когда в армии служил, у нас был псих, короче, у меня замком взвода был вообще психопат. Он заставлял ребят, вот такая была подзрывная машинка, она, короче, раскручивалась, и берешь за провода, и там током херачивала. А, которая эта? Да, такая... Прикольно, да. Псих, вообще больной. У нас мало один, аж посидел, как боялся. Вот такая вот армия. Я служил в спецназе МВД. Да, в разведке спецназа МВД. Готово? Пошел, пошел, пошел контакт. Ты видел, смотри. Я снимаю перископ онлайн. Ты в прямом эфире? Да. Телеканал Симкин Про. Давайте, девчонки, акапелла. Что-то, они все отпишутся сразу. Что сделаешь? Что сделаешь? Что сделаешь? Ну что? Симкин голос. Сейчас Симкин голос. Симкин голос. Улопаем Симкин. Долго тоже? Ее уже крючат. Павел, улыбаемся и Паша. Давай, давай, давай. А вот и пошел кач. Можно я пока полежу здесь? Вот такие ягодицы в нашей команде. Конкурс за лучшие ягодицы. Продолжается. Кстати, Усманов будет проводить турнир сейчас. 2-3 числа Токольника. И там будет конкурс ягодиц. Поп-ап называется. А ты будешь на турнире? Да, я буду судьей. Я буду сильная. Продолжение следует. Я уже пред. Поехали обязательно. Я не могу конкурс для историков. Маши не тренируешь. Ха-ха-ха. И за это моя команда последняя. Ха-ха-ха. Как бы не последняя. Ну что сделаешь? Давай, давай, приседай. Блин, а у меня тоже предстоит? Адское буйство. Я тоже буду вот так вот сейчас качаться, когда у меня будет током хреначить. Это вообще жестко. Я буду падать и биться в конвульсию. Сто процентов. Вот так вот я тренирую своих подопечных. Из-за этого команда моя будет последней. Ну нам похрен на призы. Нам не нужен миллион долларов. А вы знаете, что главный... Вот надо было с вас говорить. Это уже мотивация. Вы знаете? Нет. Чего молчал? Главный приз будет миллион долларов. Да. Так что это вам дополнительная мотивация. Лиза, тебе дополнительная мотивация. Это миллион. А ты знаешь, что на следующей тренировке, если ты не похудеешь, ни хрена, вот на среднем взрезу. Мы будем тренироваться, а ты будешь стоять. И смотреть, как люди пашут, пока ты не худеешь. А я тренировала, я буду тренироваться, а ты смотреть? Нет. Нет? Понимаешь, тренироваться, это каждодневный труд. Каждый, каждый, каждый день мы трудимся для того, чтобы наша команда победила. Даже я худею ради вас. Понимаешь? Давай, включайся. Контейнеры тебе уже девчонки подарили. Да. Сейчас я тебе хоть раз плачула. Или ты только дома была? Да. А ты знаешь, когда ботинки закрывают, она фальсует их, чтобы подошвы не растут. Не боли, как я. Хочешь, ты отец. Хватит матом ругаться, ты же леди. Примурый. Ты еще меня виски, клубоварь-тренера. Там сильно, да? Долго, да? Долго, да. Сейчас послал. Сейчас поясню. Какой процент жирать-то? Ну, где-то процентов, может быть, 10. 10, но мне это понравится, да? Крутяк. Мы сказали взять облегающие тусы и я взял. Я горненьким буду. А у меня по контракту нельзя с голым торсом сниматься. Скажите, напишите жалобу воплап. Напишите жалобу воплап, чтобы мне стало можно. Почему тебе нельзя? Нельзя. Ну, такой контракт. Такие условия контракта. Смотришь шарф? Нет. Голову торса не должно быть. Смотришь шарф? Понимаете, я же выступающий спортсмен еще. Из-за этого, ну, как бы форма, любая форма, скажем так, она должна выставляться только на соревнованиях. Из-за этого такие условия. Очень важный момент. Конечно, это наше пиздец. Сейчас, знаете, там много фотографий для личного распространения, которые предполагали сейчас попадают в интернет. И, ребята, чем я сам занимаюсь? Я вообще нихрена не делаю. Вот так вот. Вот чем я занимаюсь. Снимаю для вас видео. Не знаю, веду образцово-показательный образ жизни. Все. Все, больше ничего не делаю. И нам еще нужна у тебя помощь. Моя помощь, чтобы на съемке у нас съемки будут каждую среду. По-ранжу, по-девять. Давайте в восемь тогда. Давай. Давайте в семь. Нет, сначала... Давайте вы еще вообще меня не дойдете, будет спать. Чтобы я вообще не спал. Сухар. Сейчас вообще сплю под базами часа в день, блин.